Об одном ущелье и грузинской Ундини. Примечание. Рассказ был включен в сборники «Сон и явь», раздел «Пассанаур», «Красивые сказки», раздел «Закавказье», «Мифы жизни», раздел «Горные письма». Печатается по изданию «Амфитеатров», «Мифы жизни», «Собрание сочинений», «Санкт-Петербург», 1911 год, том 10. Ундина «Дух воды» в образе женщины, русалка. Пан Глосс, герой повести Вольтера, Кандид, 1767 год. Собакевич, персонаж романа Гоголя «Мертвые души», 1842. Дионисий Сиракузский, около 432-367 годы до н.э., тиран, при котором сиракузы достигли наивысшего расцвета. В полуверсте от Пассанаура по направлению к Млетам, слева от военно-грузинской дороги, над старым кладбищем, между могилами которого мирно пасутся табунные матки с их резвыми сосунками, видно узкое ущелье. Оно смотрит издали очень красивым, и мне давно хотелось посетить его. Собрался и пошел. Погода стояла неважная. Над горами висела сплошная серая фата, впрочем, довольно тонкая. Солнце просвечивало на ней явственным белым кругом без лучей, и в двух-трех местах виднелись пятна бледного синего неба. Оторванные от облаков куски низкоспустившихся паров пестрели горные скаты, ходя по ним, словно гигантские белые овцы по зеленому пастбищу. У входа в ущелье я нагнал молодого грузина, направлявшегося туда же. Малый оборванец надива и уморительно некрасив собой, откуда только взялись в Грузии эти эскимосские нос и губы. Тем не менее, лицо добродушное, взгляд честный и веселый. Видно, что смирный, как овца, и всем довольный паренек. Поздоровались и разговорились. По-русски он знает немногим больше, чем я по-грузински, то есть дюжины-другую ходячих фраз, сотню именительных падежей, существительных, прилагательных и два указательные местоимения. Однако понимаем друг друга отлично. В ход идут и мимика, и даже пластика. Узнаю, что парня зовут Майко, что он служит работником у духанщика в Пасанауре и послан на гору бык смотрел. Духанщик, кабачик, хозяин постоялого двора тоже, примечание амфитеатрова. Бык целую неделю скитается в лесу на свободе, нагуливая жир на подножном корму. Нынче хозяин надумал его бить и послал работника словить разъярившегося зверя. «Как же вы оставляете скот в лесу?» Примечание амфитеатрова. «Ну, зверь съест, волк или медведь?» Курьезное лицо Майко съеживается от смеха, как будто я сказал «Бог знает, какую нелепость!» «Ха-ха-ха! Датви будет бык, съел был! Ха-ха-ха! Бык сильный! У него рога!» «Датви – медведь. Примечание амфитеатрова. В самом деле, как мне говорили многие хозяева, горные медведи никогда не нападают на крупную скотину и страдает от них преимущественно баранта. Внутренность ущелья оказалась тесной ложбиной не очень сильного, но чистого и прозрачного ручья. Раквианс-каро! Как зовется ручей?» Майко не знает. Безымянный ручей, в дожди должно быть большой буян, вокруг его ложи наворочены весьма основательные каменные громады. Мое внимание привлекли древесные стволы, во множестве валяющиеся по ущелью и в большинстве совсем обтесанные, готовые в дело. Зачем они здесь лежат? Воды ждут. Вода с горы придет, дерево вниз пойдет. Ручей мало-помалу принимает вид жидковатых каскадов, ущелье поднимается мелкими уступами, оршинами подва в вышину. Осенявшие до сих пор ручей Ольха и Орешник отступают здесь от берегов, и вода льется тонкими нитками живого серебра, по голым серым камням. Майко прыгает по скалам, словно серна, даже смотреть завидно. Я карабкаюсь за ним, но вот мы оба становимся в тупик. Ложе ручья превратилось в крутую лестницу, ступени ее высоки, влажны и покаты. Схватишься рукой, чтобы притянуться на мускулах. Пальцы скользят. Всползешь, наконец, как-нибудь станешь, нога не держится на гладком, косо-срезанном камне. Тычешь, тычешь палкой вокруг себя, пока не установишь равновесие. Берега — коридор с совершенно отвесными стенами. В саженях вдвух под нашими головами качаются десятки кустов белого болиголова. Лепестки обветренных цветов сыплются на нас, как снег. В десять минут мы берем приступом пять таких уступов, и я собираюсь уже посягнуть на шестой, но с треском, грохотом и плеском взбудоражного ручья лечу, или, лучше сказать, стремительно ползу на животе вниз. Падение так быстро, что я не успеваю даже испугаться. На языке и в уме у меня вертится лишь недоумелая «Батюшки! Батюшки! Батюшки!» Прокатившись, сажен пять. Попадаю ногами на твердую почву и останавливаюсь. Вверху опять треск, грохот и плеск, и перед самым моим носом появляются две подошвы бандулей. Майка скатился следом за мной. Выбираемся из ручья, мокрые, как водяные крысы. У меня блуза в клочках, тело чуть не сплошной синяк. Из левой руки хлещет кровь. До кости! — разрезал острым камнем палец. Всюду царапины, ссадины, порезы. Майка меня утешает. Левая рука разрезал — ничего. Без правой рука нехорош. Левой можно. Вот еще оптимиста бог послал в товарищи. Сам оптимист усердно полощет рот водой и плюет кровью. Он ухитрился так ловко удариться о какой-то камень, что разбил себе губы и вышиб зуб. — Нехороший был, порченный, — резонирует он. Смотрю, зубы у него как жемчуг, ровные, белые, без щербинки. Откуда тут быть порченому зубу? Почему же ты знаешь, что зуб был дурной? Если бы был хороший, не сломался бы. Довольно своеобразная логика. Решительно случай свел меня с каким-то грузинским панглоссом. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Падение вторично привело нас к началу лестницы, одолеть ступени, которая стоила нам такого труда. Починив кое-как свои раны, продолжаем путь. Кусты опять придвинулись к ручью и купают в нем свои длинные ветви. Между ними, куда ни взглянешь, лег ковер мягкой зелени и разнообразных цветов. Эта картина открывается так неожиданно, что с невольным недоумением оборачиваешься назад. Как же это? Сейчас еще вокруг ничего не было, кроме угрюмых камней да бледно-зеленого моха, а тут всего двумя саженями выше такая богатая растительность. Все здесь сочно, жирно, крепко, массивно, лопух так уж лопух, словно его собакевич садил. Белая, как снег, повелика, какая-то особенная, без обычных розовых жилок и чуть не в кофейную чашку величиной, опутала громадные дикие подсолнечники и мешает с их теплым ароматом свой миндальный запах. Особенно много белых колокольчиков, похожих на лилии, с какими рисуют архангела Гавриила на образах благовещенья, и каких-то крохотных розеток формой вроде земляничного цвета, кучками сидящих на высоких, гибких стеблях. По этому благоуханному ковру мы пробираемся на вершину горы и проникаем в дремучий, чуть недевственный лес. Шум Арагвы, давно уже потерявшийся из нашего слуха, мы отстаем от нее версты на четыре слишком, вдруг становится снова слышен с полной силой и ясностью, как будто река сажен их в двух, не больше. Такое странное эхо я наблюдал раньше, только в некоторых итальянских соборах, где оно — дело рук человеческих. Вы стоите около исповедальни и ничего не слышите, что там говорится и делается, а в другую исповедальню сажен их в пятнадцати расстояния доносится и с первой слабейший шепот ясным говором. Паттеры обходили этим фокусом, заимствованным у Дионисия Сиракузского, закон ненарушаемости тайн и исповеди. Природа передразнила их штуку в грандиозных размерах. Таких мест, говорят, много в горах. Во время своего пешего странствия из Владикавказа в Тифлис я слышал от духанщика в Млетах следующую сказку насчет этого случайного эхо. Некогда в горах жил злой Диф, питавшийся человеческим мясом. Однажды он напал на детей некоего добродетельного осетина, мальчика и девочку. Дети бросились от Дифа в большую горную реку и были ею милостиво приняты. Но Диф не хотел уступить добычи и вырастил на пути реки громадную гору. Река повернула в сторону. Диф опять перегородил ее горой. Долго длилась борьба реки с Дивом. Убегая от врага, река в своих поворотах нарыла множество балок и ущелий, и, наконец, приведенная в отчаяние неутомимостью Дива, ушла в земные недра, куда Див не посмел за нею последовать. Ее подземное течение и производит необъяснимый водный шум, какой часто ни с того ни с сего слышится в горах, хотя поблизости нет реки. В основе этой легенды, вероятно, лежит иносказательное предание о каком-нибудь геологическом перевороте. У меня сильно кружилась голова от потери крови, но принявший нас в свои зеленые объятия лес был так хорош, что я забыл и про ушибы, и про больную руку. Деревья кудрявые, большие, белоствольные, иное не в обхват человеку. Корни прочно впились в землю, змеями проползая между камнями и крепко обвивая их своею надежную сеткой, могучая, здоровая, чаще. Заметно, что дерево не болеет на этой заоблачной высоте, гладкие, словно лощеные стволы нескольких поверженных гигантов, прямое противопоказание всяким недугом, свалил их топор или ураган, а они преждевременная дряхлость и не жучки-паразиты. Майко долго кричал и аукал по лесу, пока бык ответил ему протяжным мычанием. Мы нашли животное в дальних кустах, версты за полторы от ущелья. Бык был небольшой, черный, бока, как бочонок, рога прямые, острые, глазами он косил достаточно свирепо, чтобы дать понять, что действительно в игре с ним любому медведю неминуемо придется зарычать пас. Жалко мне стало этого предназначенного к убою богатыря, уже освоившегося с лесной уволей. Обратно в долину мы спустились без всяких приключений. Дома меня ждал хромой датико. Рагин-да-каццо, ругался он, увидав мою руку. Чего ты хочешь? Руку испортил, всего себя потеряешь, коли будешь ходить в гору без старого датико. Ну, что я буду теперь с тобой делать? Хотел вести тебя смотреть, где бывает весной туровье пастбище, да с больной рукой ты туда не взберешься. Рагин-да-каццо, собственно говоря, чего ты хочешь? Грузины пускают в ход это восклицание и к делу, и не к делу. Примечание Амфитеатрова. Пораскинув умом, мы решили отправиться ловить форелей в великолепном горном ручье по ту сторону черной речки, разрезающей своими мутными волнами пополам Гудамакарское ущелье. Но уж видно, для меня выдался несчастный день. Напрасно бродили мы битых два часа по устью могучего источника, с размаха бросавшего кипучий жемчуг своих вспененных вод в агатовую реку. Напрасно прыгали с камня на камень над ревущими каскадами, напрасно боролись, далеко не без труда, с дикою силой их буйного стремления и шарили лопатами по неглубокому дну, пытая добычу подскользкими булыжниками. Мы ничего не поймали. И, наконец, усталые, раздосадованные уселись отдыхать в тени прилепившегося к берегу потока Орешника. — Сильная эта черная речка, очень сильная, — говорил Датико. — Гляди, как она глотает ручей. Только вошел он в ее воды, и его уже нет. А ручей полноводный и могучий. В Пасанауре она сливается с белую Арагвой. Та еще гремучее и сильнее, и все-таки черная речка сдается ей только после долгой борьбы. Даже на версту, а то и на дви, ниже слияния, ты различишь еще, где идет вода из черной, где из белой речки. Так что Арагва бежит на две полосы. С левого берега вода черная с правого белая. Арагва речка веселая, резвая, что малый ребенок, и вода в ней святая, от многих болезней помогает, если в ней купаться. Оттого она и не принимает в себя черную речку. Что ей за охота мешаться с проклятыми волнами? Я навострил уши, предчувствую, что теперь дотеко не обойдется, по своему обыкновению, без какой-нибудь побосенки, и точно приличная случаю легенда не замедлила воспоследовать. Давным-давно, задолго до того, как в горы пришли русские, в глубине Годомакарского ущелья стоял аул. В этом ауле жил старый грузин, одинокий, с приемышем девочкой, найденную им в лесу, кто ее двухмесячную бросил, там грузин, сколько не искал, не допытался. Девочка выросла красавицей и умницей. К ней стали свататься женихи. Между ними было много хороших женихов и добрых молодцев, но девушка не хотела замуж, а старик, любивший свою воспитанницу, не понуждал ее. Девушка, когда бывала свободна от домашних хлопот, любила уходить в горы, к шумному светлому ручью, падавшему в ущелье с большой высоты и с широкой горной расщелины. Там проводила она целые часы, бросая в воду камешки и распевая песни. Однажды она пришла с ручья испуганная и бледная и рассказала, что ей явился горный дух и хотел увлечь ее в пещеру, откуда начинается источник, но ей удалось убежать на девять сажен от берега ручья, а дальше дух идти не посмел и со смехом бросился в воду, где и растаял. Прошло несколько времени. Девушка забыла о случившемся с нею приключении и как-то раз, когда подруги пригласили ее идти за водой к источнику, охотно взяла свой кувшин и присоединилась к ним, но едва, шутя и смеясь, красавицы приблизились к ручью, как из воды вышел громадного роста человек с кудрявую седою головой и зеленую бородой по пояс. Он взял воспитанницу старого грузина на руки, на глазах растерявшихся подруг, понес ее вверх по течению ручья и скрылся за скалами. Старый грузин не мог утешиться в потере своей любимицы, приемной дочки и все плакал. Минуло несколько лет. Одним вечером в саклю грузина пришел незнакомый мальчик, красавец с собой, назвал старика дедом и рассказал ему, что дочь его жива, помнит о нем, жалеет об его горе и, чтобы отереть его слезы, посылает ему в утешение сына, рожденного ею в заоблачной пещере дворце горного духа. Мальчик поселился у грузина и стал его радостью и отрадой. Он вынимал рыб из воды голыми руками, сваливал быка ударом кулака, привел из леса на аркане медведя и барса. Чем больше он рос, тем становился красивее, а когда пел в долине свои охотничьи песни, то голос его был слышен высоко в горах. Девушки ближних и дальних селений только о нем и думали, а в родном ауле его полюбила красавица вдова великая чародейка. Сколько ни старалась она, однако не могла заставить сурового юношу платить ей взаимностью и в гневе решилась отомстить. Она подстерегла юношу, когда тот возвращался с охоты, неся на плече убитого Тура, услияние таинственного источника с Большою Светлую Рекой и произнесла заклятие. Юноша почувствовал, что силы его оставили, уронил Тура на землю, упал и умер. Но перед смертью сам успел сказать против колдуньи такие волшебные слова, что берег, где она стояла, обрушился в реку. Тем временем вода в источнике закипела, и над его устьем показалась белая женщина, в которой сбежавшиеся селяне узнали давно пропадающую дочь старого грузина. простирая руки кукутопающей колдуньи, она воскликнула «Ты жившая на земле, а теперь плывущая по воде, ты знаешь всякие травы и чары, и я не могу казнить тебя смертью за убийство моего любимого сына, но клянусь ручьем моим, ты никогда не увидишь больше дневного света, сквозь волны этой реки к тебе не проникнет ни солнечный луч, ни лунный, не звездный. Она исчезла. Чародейка погрузилась на дно, а воды, поглотившие ее реки, вдруг почернели, как будто приняли в себя темную ночь. С тех пор так и живет злая колдунья, изнывая во мраке и холоде подводных стремнин, а светлую и чистую прежде реку люди зовут Черную речкой. Вот что рассказал мне хромой охотник Датико, когда в жаркий полдень мы сидели с ним под орешником у быстрого горного ручья. Солнце, давно уже рассеявшее своим огненным взором утреннюю хмурую мглу, играло по воде сквозь листья веселым лучом. Ручей шумел, и его белая пена и просвечивающая сквозь прозрачные струйки длинная, колеблемая течением тина, казались седо-зеленую бородою горного духа, о котором только что говорил старый охотник. Катакомбы. Примечание. Рассказ входил в сборник «Святочная книжка», в сборнике «Мифы жизни» открывал раздел «Италия». Печатается по изданию амфитеатров «Мифы жизни», собрание сочинений Санкт-Петербург, 1911 год, том 10. Святая Цицилия, одна из первых мучениц христианства, Ариадна, греческая мифология, дочь критского царя, вручившая Тизею клубок нити, с помощью которого он смог выбраться из лабиринта. Этому около 20 лет. В жаркий сентябрьский полдень две англичанки, родные сестры, спустились в сырой каменный погреб начала знаменитых катакомб Святого Каллиста. Проводник монах за ними следовал, сестры посещали катакомбы ежедневно уже с месяц времени. Они были художницы-акварелистки и с разрешения Аббата де Росси копировали фрески и надписи, еще не перенесенные усердием археологов, в Кирхнеров музей христианских древностей. Монахи привыкли к сестрам, и когда убедились, что они не заражены обычными пороками англосаксонского племени, то есть не воруют античных лампочек, не отбивают углов от саркофагов, не обламывают фигурок с барельефов, не расписываются тушью или синим карандашом на фресках, они перестали следить за барышнями. Работали сестры в ближних галереях, куда еще проникали смутными отцветами дневные лучи. Следовательно, англичанкам не представлялось опасности заблудиться в лабиринте подземных ходов, соединяющих три этажа катакомб. Они обязались монахам честным словом, что не будут заходить далеко вглубь подземелий и заглядывать под своды, еще не реставрированные и не укрепленные. Надо знать, что подземная паутина катакомб исследована не более как на одну треть своей площади, а доступна для туристов вряд ли и в сотой своей доли. Сегодня англичанки слова своего не сдержали. Третьего дня они завтракали в артистическом ресторане Корадетти и знакомые художники рассказали им об удивительных открытиях, сделанных русским археологом-живописцем Реймоном в катакомбах святой Пресциллы. Рассказ задел самолюбие сестер. Им не удалось еще найти в катакомбах ничего нового оригинального. Все давным-давно известные пастыри с агнцем на плечах, рыбы, пальмы, иногда кит, изрыгающий иону, обыденные мотивы христианского искусства первых веков. Сестры решили попробовать счастье и, обманув бдительность монахов, проникнуть в катакомбы за дозволенные им границы. Они приглядывались два дня к запертым, полуразрушенным и заставленным козлами ходам, что примыкали к главным галереям, и, как взяли болотерейный билет, на удачу, наметили из них один во втором этаже, недалеко от могилы святой Цицилии. «Понимай святой Цицилии монахов святого Каллиста, потому что в катакомбах святого Себастьяна показывают другой гроб святой Цицилии, и между иноками обоих монастырей идет давняя расприя из-за сомнения, где же в самом деле была похоронена святая покровительница музыки, под сенью святого Каллиста или святого Себастьяна. Англичанки понимали, что они рискуют заплутаться и застраховали себя на случай такой беды старинным средством царевны Ариадны клубком снурков. Они прикрепили снурок у лаза в новую галерею и разматывали клубок по мере того, как удалялись вглубь катакомб. Они имели при себе два фонарика рефлектора вроде полицейского, вещь, необходимую для исследователя тайн похороненных в непроглядном мраке тысячелетних склепов. Фонарики эти сестры и раньше приносили в катакомбы, чтобы их сильным сосредоточенным светом озарять по частям фрески, которые копировали. Так как температура катакомб всегда обратна температуре надземной зимою, в них душно, а летом прохватывает холодом, то англичанки позаботились захватить с собою пледы. Твердо надеясь на снурок, сестры шли одна следом за другую бодро и самоуверенно. Ход был довольно широк, но не представлял ничего интересного. Стены были ободраны дочиста, так же, как и в главных галереях, в знакомые извилины которых выводила иногда англичанок избранная ими дорога. Тогда они ныряли в первый ближний лаз из запретных, какой представлялся их глазам, и так уходили все дальше и дальше. Наконец, по тесноте лаза, по высоким завалам на полу, по низко осунувшимся сводам сестры убедились, что они вышли из круга исследованных катакомб и проникли в область, куда до них, весьма, может быть, в течение пятнадцати веков, не ступала человеческая нога. В стенах стали попадаться плиты, правда, без надписей и рисунков, но целые, свежие, точно сейчас вытесанные, таких нет в исследованных катакомбах, все давным-давно вынесено и занумировано в каталогах музеев Кирхнера и Латеранского. Сесер невольно объял священный трепет, древность глядела им в лицо из зияющих провалов, манила и звала к себе. В гордости, что они, две слабые женщины, сумели пробраться во мраке могильного царства до порога новых вероятных открытий, они обменялись веселыми взглядами и крепким рукопожатием. — Ты не устала, Кэт? — Ничуть. Я готова идти вперед хоть целый день, а ты, Мэг, тоже. Мы можем идти, пока не истощится наша путеводная нить. — Что, клубок? Размотан едва наполовину. Сестры присели на груду осыпавшейся земли, ставим мышей, брызнула от них врозь, скрываясь в щели стенных гробниц. — Позавтракаем. Мэг вынула из сумки сандвичи. Кэт наблюдала убегающих мышей. — Интересно, чем питаются здесь эти зверьки? — изумлялась она. Вероятно, они делают отсюда экскурсии наверх. Однако, заметь, вблизи входа в катакомбы мыши не водятся. Они начали встречаться нам только в этом лозу. Зачем же мышам ютиться у входов, сделанных человеческими руками, когда у них тысячи своих норок и лозеек? Двинулись дальше. — Странно, Кэт, что здесь так сухо. Раньше было много сырее. Кэт осветила стенку прохода, грубую, шероховатую. Это потому, что мы в туннеле, высеченном в целой скале. Смотри, голый камень. Какого страшного труда это стоило? Работали рабские руки. А не руки христиан? Не думаю, это прямо рубка в скале. Проделать подобный туннель без пороха и динамита можно разве лет в десять при условии, что рабочие смены трудятся беспрерывно, одна за другую, и день и ночь. Первым христианам среди преследований некогда было предпринимать такие сложные работы, да и не к чему. Если им нужны были новые ходы, в их власти было выбрать более мягкую и спорую крытью породу. Вообще доказано, что христиане не рыли новых катакомб, но лишь приспособляли к своим нуждам старые каменоломни. Так что мы в доисторической шахте всего вероятнее. смотри, здесь уже и могил нет. Тогда стоит ли продолжать путь? Отчего нет? Может быть этот коридор соединяет катакомбы Святого Каллиста с каким-нибудь другими? Или он приведет нас к другому выходу на свет? Пожалуй, здесь гораздо больше кислорода, чем можно было ожидать по расстоянию от входа, ведь мы прошли уже не менее двух километров. О, гораздо больше! и по каким еще извилинам и зигзагам! Между тем дышать здесь совсем нетрудно, и лампочки светят ярко, без синего огонька. Я предлагаю, дойдем до конца этого коридора, и если он не откроет нам ничего замечательного, возвратимся назад, а завтра повторим экскурсию. Наш Снурок покажет нам дорогу, и мы сделаем ее гораздо скорее, чем сегодня, следовательно, будем иметь время пройти дальше. А много у нас еще клубка? Много! Он какой-то неистащимый! Тогда вперед, сестра! Голоса и смех англичанок гулко раздавались в мертвой тишине подземелья, и легкие шаги их отзывались под сводами топотом богатырских ног. Мэг сказала, будь мы суеверны, могли бы подумать, что вместе с нами шагает целая рота привидений. Да, это местечко вообще не для слабонервных. Ты замечаешь, я была права, коридор привел нас в другие катакомбы. Мы опять на кладбище и в земле, а не в камне. Обитатели этих могил, вероятно, очень удивлены нашим визитом, и, конечно, удивлены не особенно приятно. Я думаю, товарищи из первых галерей порассказали им, как туристы и археологи ограбили их гробницы. Минут пять спустя Кэт кликнула сестру голосом, полным удивления и испуга. Мэг, с клубком творится что-то странное. Ну? Да он ничуть не уменьшается. А снурок перестал разматываться. Вот неприятность. Надо немедленно идти назад. А что? Это значит, снурок где-нибудь на угле при повороте из коридора в коридор перетерся. Хорошо, что ты заметила время, иначе мы могли протащить снурок бесполезным хвостом еще километра полтора и затем даже вовсе потерять своего путеводителя. Сестры повернули обратно. Отмерили они шагов тысячу на добрую четверть часа ходьбы, но оборванного конца снурка их яркие фонари сестрам не показали. Путницы смущенно переглянулись. Кэт сказала, должно быть, я не сразу заметила, что снурок оборвался и действительно, как ты говоришь, протащила его некоторое время хвостом. Надо найти другой конец снурка. Я помню, что прежде чем войти в этот коридор, мы шли широкую галерею и повернули сюда с левой руки, значит, чтобы искать снурок, теперь надо будет идти направо. Девушки нисколько не трусили, им казалось, что они хорошо помнят дорогу и в крайнем случае обойдутся и без снурка. Но для верности следовало поискать его. Искали долго, но не нашли. Очевидно, снурок оборвался уж очень давно. Положение становилось серьезно. Недавние улыбки сбежали с уст девушек, брови сдвинулись. Сестры вышли на площадку неправильный пятиугольник. Каждая грань его зияла черным отверстием и все пять дверей были похожи одна на другую. Все представляли сестрам равнознакомыми. «Как будто мы шли через эту», нерешительно сказала Кэт, повертывая направо. Мэг, не отвечая, послушно зашагала за нею. «Она вовсе не была уверена, что Кэт ведет настоящую дверью, какую надо, но и сама не знала, которая из пяти настоящая». Про себя она уже не сомневалась, что они заблудились, но не хотела выдать свою тревогу, чтобы не лишить сестру душевной бодрости. Она пробовала даже шутить над своими приключениями, но остроты ее звучали натянута и не встречали ответа. Кэт оробела, сестры скрывали одна от другой, охвативший их страх. Новая площадка и новые ходы в стенах, точно пасти, алчущие поглотить неосторожных пришелец. «Нет, это не то», с отчаянием воскликнула Мэг. «Не то». Кэт совсем растерянно опустила фонарь. «Мы бог знает, куда зашли. Мы здесь никогда не были. Это совсем новая площадка, ты права. Вернемся, попробуем счастье через другую дверь, а ты уверена, что теперь угадаешь правильно? Нет, но попробуем, попробуем, ведь это единственное, что нам остается делать, согласилась Мэг, с искусственным спокойствием. Опять бесконечные извилины узких ходов, примыкающих к обманчивым платформам, мрак, в котором движутся двумя пятнами тусклого красного тумана огненные круги рефлекторов, тишина, среди которой вслед за шагами девушек топают шаги эхо, и опять сестрам кажется, что рядом с ними выступает вот-вот готовое явиться привидение, но теперь им уже не смешно от этого представления, теперь мороз бежит по их коже, когда они вслушиваются в таинственные шаги. Им страшно остановиться хоть на минуту от мысли, что они знают, кто этот невидимый ходок. Имя ему смерть, голодная смерть, испокон веков царящая здесь, на подземных каменных кладбищах. Они проникли в ее чертог и навсегда останутся в нем, жизнью заплатив за свое безрассудство. У меня ноги подкашиваются, я не в силах идти более, простонала Кэт, опускаясь на пол. Отдохни, но недолго, угрюма возразила Мэг, у нас мало света в запасе. Загаси свой фонарь, сказала она после нескольких минут молчания. Зачем? С нас довольны и мы его, а твой мы засветим, когда в моем выгорит свеча. Боже мой, неужели ты думаешь, что мы еще долго не выберемся из этих норок? Ах, почем я знаю, это ужасно, это ужасно, шептала Кэт. Мэг повелительно прикрикнула, не трус, не распускайся, с трусим пропадем, не сердись, умоляющим голосом возразила Кэт, можно ли ссориться в такие минуты? Вот что, предложила Мэг, успокаивая сестру ласковым рукопожатием, давай кричать, как знать, быть может, мы уже кружим около посещаемых галерей, и нас услышат. Голоса у сестер были громкие, легкие, могучие, и они подняли целую бурю звуков под низкими сводами подземелья, кричали, пока не осипли, замолкли последние перекаты эхо, опять мертвая тишина. Слышно, как стучат сметенные сердца девушек, никого, ничего, похоронены заживо. «Мне пить хочется», прошептала Кэт, «напейся, там в сумке есть бутылка Аполлинарис, но будь экономна, я только один глоток. Что же теперь? Идти дальше?» предложила Мэг, «конечно, куда? Не знаю. Все равно, лишь бы не сидеть на месте, здесь мы ничего не высидим, никто не догадается искать нас». Кэт ломала руки. «Хоть бы кому-нибудь рассказали мы о своем намерении, нас хватились бы, снарядили бы поиски, а теперь...» Мэг энергично остановила ее жалобы. «Идем, а вось Бог поможет нам выбраться. Идем, движение отнимает страх». «Боже мой, боже мой!» Мэг взглянула на часы и ахнула, не веря глазам. «Знаешь ли, сколько уже времени мы в катакомбах?» «Ах, кажется, целую вечность». «Я говорю, не окажется, а сколько на самом деле?» «Ну?» «Шесть часов и двадцать три минуты». «Значит, теперь уже вечер?» «Да, если и найдем выход, то придется ночевать у дверей, катакомбы заперты, и монахи не услышат наших криков, их кельи далеко. Ах, я готова ночевать хоть в саркофаге, лишь бы знать, что мы у выхода». Опять ходьба до изнеможения, двойной топот шагов, безвестные могилы в стенах, камень под ногами, камень над головою, холодной, мертвой, безответной. Ходы вьются, как змеи, то вверх, то вниз, то влево, то направо, и все грознее и грознее опутывают и сжимают англичанок своими роковыми звеньями. «Не могу я дальше идти, не могу!» Кэт облилась слезами, бессильно прислоняясь спиною к холодной стене. «Да и некуда!» С холодным ожесточением согласилась Мэг. Она села рядом с сестрой у ее ног. Нечего обманывать себя и утешать, мы погибли. Это паутина. Мы задохнемся в ней, как две мухи. «Не говори таких ужасных слов, Мэг! Мы не должны, не можем умереть, господи! И как только пришла нам в голову проклятая мысль пуститься в эту несчастную экскурсию!» «Ты же предложила Кэт!» «А ты старшая, ты сильнее меня, умнее, тебе следовало остановить меня, отговорить, а ты вместо того... Ах, Мэг, Мэг!» «Что спорить, кто виноват?» Сурово возразила Мэг. «Обе виноваты, поздно спорить, когда мы умираем». «Голодная смерть, господи, Мэг! Я не хочу умирать, так страшно!» «Об этом тебя не спросит дитя. Умрешь, как Бог послал». «Бог послал? Да за что же, за что? Чем мы оскорбили его? Чем я оскорбила? Ведь мне же всего так, всего двадцать лет и умирать!» «Ах, Мэг, 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 спаси меня, не отдавай! Я не хочу умирать, не стану умирать!» Она рыдала, выкрикивая бессмыслицу, как малый ребенок. Мэг молчала и только гладила ее по голове. Больше ей нечего было сделать в утешение обезумевшей. «Может быть, шептала Кэт, притихнув, мы оскорбили Бога тем, что пришли сюда? Может быть, люди спящие во всех этих гробах святые, и он наказывает нас за то, что мы потревожили их смертный сон? Ведь они мученики, они умерли за него. Оставь эти мысли, строго приказала Мэг. Ты христианка, наш Бог, Бог живых, а не Бог мертвых. Бог живых? Бог живых, помилуй нас, помоги нам, бессознательно лепетала Кэт. Часы летели далеко-далеко от места, где остались было сестры, в подземной тьме чиркнула восковая спичка, и вслед затем засветился рефлектор. Это Мэг проснулась. Она опустила фонарь, огненный круг озарил чье-то старое-старое лицо с закрытыми впалыми глазами, склоненное к ее коленам. спит, пробормотала она и опять загасила свет. Из-за фонаря у нее шли недавно долгие гневные пререкания с сестрою. Вынужденная экономить свет, она настаивала, чтобы свеча горела только пока не будут на ходу, а отдыхать можно и в потемках. Кэт не хотела и слышать, чтобы расстаться с огнем. «Я сойду с ума!» кричала она. «Когда погаснет этот огонек, погаснет и мой разум!» «Дитя!» уговаривала ее сестра. «Пойми же, что именно ради того мы и должны как можно дольше сберегать наш огонь. Пока у нас есть свеча и вода, мы можем бороться, надеяться, а во тьме все будет кончено в несколько часов». Кэт убеждалась, позволяла погасить свечу, но едва мрак окружал ее начинало метаться и кричать. «Я не хочу, я не могу, мои мысли мешаются, дай мне видеть свет или я разобью себе голову о камне, эта тьма живая!» лепетала она, вся трепещущая, прижимаясь к сестре. «В ней что-то ходит, летает, оно съест нас, уничтожит, милая Мэг!» Полно, полно, сдерживая рыдание, успокаивала ее сестра. «Ну, можно ли так теряться, Кэт?» «Я слышу шаги, слышу шепот!» галлюцинировала девушка. «Оно надвигается на нас, Мэг! Оно над нами, я чувствую его холодные лапы, его мертвое дыхание!» «Чье дыхание? Кто оно? О чем ты говоришь?» терзалась Мэг. «Оно, привидение! Оно шагало за нами от самого входа, ты помнишь? Мы слышали шаги и смеялись, а оно шло, все шло!» «Кэт, опомнись, не позволяй себе бредить, иначе воображение окружит тебя такими страхами, что ты не в силах будешь справиться с ними и в самом деле сойдешь с ума!» Но Кэт твердила ясно и убежденно, «Это оно!» оборвало снурок и завело нас сюда, чтобы выпить нашу кровь и съесть наше тело!» Мэг зажало уши и гневно кричало «Стыдно! Ты христианка, образованная девушка, а тебе мерещатся какие-то вампиры, точно мужички!» «Ах, в этом царстве мертвых всему поверишь с отчаянием!» возражала Кэт «Здесь никого нет кроме нас, слышишь ты, никого, никого!» «Да!» упорствовала младшая сестра «Никого, пока светит рефлектор!» «Должно быть, оно боится света, но когда ты гасишь огонь, оно приближается, и я начинаю умирать, мне душно, мой мозг леденеет, бежим отсюда, Мэг, бежим!» В беспорядочном бегстве от овладевшего Кэт панического ужаса сестры метались под сводами своей огромной гробницы, как летучие мыши. Они бросались на удачу в первые попавшиеся ходы лабиринта, пробегая по ним километр за километром, пока не сваливало их на землю изнеможение или не упирались они в глухую стену. Или же оглупевшие, потеряв энергию и волю, они прилеплялись к камням какой-нибудь могилы и сидели без мысли и без надежд, подавленные усталостью тела и духа до состояния, когда к самой смерти человек безразличен, потому что ему кажется все равно. Он уже заживо умер. Закрыть рефлектор Мэг удалось только когда Кэт задремала. Вслед за нею сонное оцепенение охватило почти мгновенно и старшую сестру. Теперь, проснувшись, Мэг чувствовала сильный голод и все тело болело, будто избитое палками. Который-то час? Хронометр показал Мэг странную цифру. Она с недоверием поднесла часы к уху. Нет, они шли правильно. Маятник тикал четко и мерно. Одиннадцать. Но одиннадцать было и когда мы засыпали. Что же это? Неужели мы проспали подряд двенадцать часов? С андвичей осталось еще штучки три-четыре? Мэг отломила кусочек хлеба и ела его крошка за крошкою, стараясь протянуть время и обмануть голод эту призрачную едою. Ей пришло в голову, через час все наши сойдутся завтракать у Карадетти, Смит, Риццони, Свидомские, будут поминать нас, удивляться, что нас нет. Быть может, Карадетти сейчас как раз над нашою головою, ведь катакомбы тянутся под целым Римом, и Бог знает, как далеко и в какую сторону мы зашли. Смит ухаживает за Кэт и непременно предложит Бриндизи в ее честь. Бриндизи тост итальянский. Она, бедная, задыхается в агонии голодной смерти на сорок футов в земле под его ногами. Кэт проснулась. Долго я спала, был ее первый вопрос. Мэг не решилась напугать ее ответом, что они в катакомбах уже целые сутки. Минут сорок солгала она. И ничуть не отдохнула все-таки. Голова болит, колено дрожат, спину ломит. А ты что делала? Мне не хотелось спать, я стерегла тебя. Я есть хочу, сказала Кэт после некоторого молчания робко и жалобно. Можно? Сердце Мэг сжалось. Деточка моя, конечно можно. Она дала сестре сандвич. Та съела и попросила еще. По обстоятельствам это была непозволительная расточительность. Но Мэг не могла отказать. Она думала часом раньше, часом позже, ни один ликанет. А ведь это последнее было вство, какое я могу оказать Кэт. Последняя моя услуга ей. Часы летели, последний сандвич разделен съеден, последняя капля воды выпита, последняя искра света погасла, мрак и смерть. Клек от агонии в двух пересохших горлах, да изредка слабый безумный стон. Мне двадцать лет, только двадцать лет. Работник Никола Бартоломе, нанятый на поденщину чистит сад Монте-Пинчо, только что взялся за метлу, чтобы утреннюю порою, пока сад закрыт для публики, убрать осенние листья, облетевшие за ночь с деревьев на дорожке любимого гуляния римлян. Он курил и пел «Прощай, Рим, прекрасный город!» Лара-ли-лера, прекрасный город!» И вдруг замолк. Ему почудился стон. «Дьявол, черт! Откуда это?» Стон повторился. «Уж не придушили ли здесь кого-нибудь ночью?» подумал Никола. «Или, может быть, сохрани бог, самоубийца? Римляне любят таки кончать с собою на Монте-Пинчо». Он обшарил кусты, прислушиваясь к стону, и, наконец, остановился в глубочайшем изумлении. Стонало, теперь он различал это совершенно определенно, груда прелого листа, которую вот уже около недели сметал он стогом к решетке старой водопроводной отдушины. Груда не только стонала, но и трепетала, что-то рвалось из нее на волю, точно цыпленок из яйца. «Христова кровь!» воскликнул Николо. «Воры зарезали человека и бросили его в мою кучу. Если этот бедняга задохнется, меня отправят в тюрьму на всю жизнь». Он разбросал листья метлою до самой решетки, взглянул и уронил метлу, чувствуя, что волосы поднимают колпак на его лохматой голове. «Бефана! Ведьма!» мелькнула в его суеверном умишке. Из недр земли сквозь решетку глядела на него страшилище, костлявая ведьма в седых космах с лицом такого же земляного цвета, как и листья, его облепившие, вся в ссадинах, царапинах, синяках, с глазами плавшими, как два угля по сторонам носа, похожего на заостренное копье. Ведьма совала сквозь решетку тощие руки, точно цыплячьи лапки, и, делая николознаки, неясно мычала синим ртом. Возле нее ворочался какой-то живой мешок, потерявший под слоем земли и листьев всякое человеческое подобие. «Бефана! Ведьма! Отойди, сатана! Но страшилище овладело наконец своей речью, Никола услыхал «Салвате, ноэ, амико! Спасите нас, друг! Мы, две англичанки, трое суток без хлеба, умираем от голода». Это была Мэг. Кто посещал купание ривьеры и Тосканского побережья, наверное, встречал либо в Нерви, либо в Санта-Маргарите, либо в Виареджо двух пожилых англичанок, очень схожих между собою. С лица обе совсем не дряхлы, но у обеих волосы седы, как лунь. У обеих головы трясутся, точно у восьмидесятилетних. С младшую разговаривать бесполезно, она помнит только, что ее зовут Кэт, что у нее есть сестра Мэг, которая очень добра к ней, и что когда солнце уходит спать в море, надо зажигать как можно больше свечей, потому что в потемках живут свирепые привидения, готовые высосать у человека кровь и съесть его тело. Это было со мною, сеньор, все было, когда мы сидели там под землею, уверяет безумная. Оно не успело сожрать меня, потому что Мэг боролась за меня, она очень храбрая, моя сестра Мэг, но оно выпило мою кровь, и теперь я никуда негодная старуха, а между тем мне только двадцать лет, сеньор, всего двадцать лет. Этот унылый припев неизменно вторит ее болтовне, как звон похоронного колокола. Мне двадцать лет, всего лишь двадцать лет. И двадцать лет эти идут ей вот уже двадцатый год, но от Мэг турист может узнать все подробности их заключения в подземельях святого Каллиста. Как Бог помог им спастись, она не отдает себе отчета. Счастливый выход к отдушине на Монте-Пинчо дался ей именно вроде неожиданно выхваченного удачного билета лото, одного выигрышного на сто тысяч аллегри. Голод, жажда и тьма совершенно обессилели нас. Кэт лежала у моих ног без чувства и без движения, не в силах даже стонать и плакать. Я в припадке последнего отчаяния то молилась, то богохульствовала, то каялась в своих грехах, то проклинала. Протяну руку к Кэт. Вот ее изменившиеся застренные черты. Чувствую, что она умирает, что она вот-вот сейчас умрет. Знаю, что и сама умру вслед за нею, но своя смерть меня пугала меньше, чем мысль, что Кэт умрет раньше меня на моих руках. Меня объяли ужас и тоска, рассказывает Мэг, каких не только вы не можете вообразить в чуже, но даже я не имею сил вспомнить отчетливо. Думаю, сяду подальше от Кэт. Мне будет не так жаль ее, не так жутко. Поцеловала ее, она и не почувствовала, и отошла ощупью, держась за стенку. Вдруг чувствую, рука стала влажная. Родник? Боже мой, да ведь это жизнь, это спасение. С водой человек выдерживает недели голода. Освежилась сама, нашла Кэт, притащила ее к воде, освежила. Тогда я стала рассуждать, нет, это не родник, будь родник, вода текла бы по полу, а тут стена, влажная лишь на высоте моей руки, а снизу совершенно сухая, следовательно, это не она испускает воду, а вода оседает на ней, стена потеет. Это атмосферная влага, значит, сюда есть приток свободного воздуха, откуда? Конечно, сверху, иначе почему бы роса отлагалась только на верхней части стены, и мне пало на мысль попытать последнего счастья, пойти вверх, придерживаясь влажной стены, Кэт не могла идти. Я обвязала ее вокруг талии платком и тащила за собой волоком. Много ли мы шли, сколько времени, не могу сказать, знаю только, что когда на одном повороте вечная тьма, в какую мы были погружены, вдруг будто дрогнула и перешла в серый сумрак, я едва не выпустила из рук своих Кэт. И от внезапного волнения радости, и от того, что переход этот ослепил меня, настолько показался мне ярким, а затем мы увязли в рыхлой массе прелого листа и по ней скорее докатились, чем дошли до решетки, за которую открыл у нас Николо Бартоломе. Монте-Пинчо и катакомба святого Каллиста отстают друг от друга километров на десять. Сестры провели в земле трое суток. Сколько километров сделали они по извилистым ходам катакомб, конечно, мудрено сосчитать, даже предположительно, но чтобы пройти от святого Каллиста к спасительной отдушине на Монте-Пинчо, им пришлось пересечь по подземному диаметру весь вечный город, спускаясь ниже ложа Тибра. Таковы подземелья древнего Рима, таково-то шутить с ними. Мертвые боги Досканская легенда Рассказ включался в сборнике «Грезы и тени», «Красивые сказки», открывал раздел «Италия», «Мифы жизни» в разделе «Италия». Печатается по изданию «Амфитеатров», «Мифы жизни», собрание сочинения Санкт-Петербург, 1911 год, том 10. «Хвостатая звезда», комета, появление которой по народным представлениям сулило бедствия. «Апокалипсис» или «Откровение» Иоанна Богослова, одна из книг Нового Завета, содержащая пророчества о конце света и пришествии Антихриста. «Буллы» послание, издаваемое римским папой. «Времени уже не будет» выражение из «Апокалипсиса». «Судная труба архангела», знак пришествия мессии, который будет судить грешников. «Сфорца», «Медичи», представители древнейших итальянских родов. «Гипербореи», греческая мифология, мифический народ, по представлениям древних греков, обитавший на Крайнем Севере. «Лебединые девы», рудокопы, гномы, персонажи древнегерманской мифологии и фольклора. «Диана», римская мифология, богиня-дева, сестра-близнец Аполлона, покровительница диких животных, в ее культ получил широкое распространение. Капуцины, члены католического монашеского ордена, основанного в шестнадцатом веке в Италии. На небе стояла хвостатая звезда. Кровавый блеск ее огромного ядра спорил со светом луны, и набожные люди, с трепетом встречая ее еженощное появление, ждали от нее больших бед христианскому миру. Когда комета в урочный час медленно поднималась над горизонтом, влача за собой длинным хвостом круглый столб красного тумана, в ее мощном движении было нечто сверхъестественно грозное. Казалось, будто в синий простор Божьего мира ползет из первобытного мрака свирепый царь его, огненный дракон апокалипсиса, готовый пожрать месяцы звезды и раздавить землю обломками небесного свода. Комета смущала воображение не только людей, но и животных. Сторожевые псы выли по целым ночам с тоскливым испугом, вглядываясь в нависший над землей пламенный меч и словно пытая, правду ли говорят их хозяева, о чудном явлении, точно ли оно предвестник близкой кончины мира, светопредставление ждала вся Европа. Булла, папы и эдикты королей приглашали верующих к молитве, посту и покаянию, ибо наступающий год, последний в первом тысячелетии по Рождестве Христовом, должен был, по предположению астрологов, быть и последним годом земли и тверди, годом, когда явится предсказанный апостолом ангел и, став одною стопою на суше, другою на море, поклянется живущим вовеки, что времени уже не будет. Без месса Джеронима Альдобранди, скончавшаяся от изнурительной лихорадки, очнулась к радости родных на третий день от смертного сна, встала из гроба и пошла, славя Бога, слушать мессу, заказанную за ее упокой. К страхам вымышленным присоединялись страхи действительные. Землетрясение неутомимую волною перекатывалось по трем полуостровам Средиземного моря, чума бродила по Ломбардии и Провансу, норманы неистолствовали на западе, мусульмане напирали на Европу с востока и юга, на северо-востоке нарождались славянские государства, еще неведомые, но слышно, что могучие, страшные, грозные. От Атлантического океана до Волги все бродило, как в мехе с молодым вином. Что-то зрело в воздухе, и народам, удрученным переживанием этого брожения, думалось, что зреет недоброе. Для людей, суеверных и утомленных тяжелыми временами, весть о свето-представлении была сигналом потерять голову и превратиться в пораженное паникой стадо. Одни готовили себя к переходу в лучший мир молитвами, вступали в монастыри, бежали в пустыни, горные пещеры и в аскетических трудах под влосеницами ждали судной трубы архангела. Другие, хотя уверенные в непременном разрушении вселенной, все-таки находили нужным зачем-то составить духовное завещание. Третьи, наконец, впадали в свирепое молчание и убивали остаток жизни на пьянство, разврат, преступление. Никогда еще Европа не молилась и не грешила с большим усердием. Боязнь ожидаемого переворота была так велика, что многие предпочитали кончить жизнь самоубийством, лишь бы не быть свидетелями наступающих ужасов божьего гнева. Равнодушных было очень мало, неверующих презирали и ненавидели, за сомнения в состоявшемся уже пришествии Антихриста побивали камнями. Фанатики клятвенно уверяли, будто Антихрист не только народился, но и воцарился и сидит на римском престоле под видом папы, безбожника, ученого-чернокнижника Герберта Сильвестра. В такое-то время случилось на диком горном пустыре недалеко от города Пизы странное происшествие, записанное в монастырских мемориалах под названием «Дивные причудные приключения Николая Флореаса, уроженца славного города Камайоре, оружейных дел мастера и некогда доброго христианина». Николай Флореас был молод и красив собою, оружейное ремесло закалило его силы, развило ловкость, частое общение с людьми благородного происхождения усвоило Флореасу привычки, вид и обращения его знатных заказчиков и покупателей. Женщины говорили, что нет, в Камайоре мужчины более достойного любви, чем Николай Флореас, даже и между рыцарями герцогского двора. Если бы Флореас жил во Флоренции, Пизе или Сьенне, он по талантам своим наверное сделался бы одним из народных вождей, каких так много создавали гражданские междоусобия средневековой Италии. Они выходили из низших общественных слоев как Сфорца и Медичи, чтобы потом лет на пятьсот протянуть свою родословную, полную блистательных имен и громких подвигов. Но Николай Флореас был обывателем Камайоре, глухого горного городка, где горожане жили мирно, не делясь на политические партии. Сверх того, он был человек скромный, хотя решительный и способный. Как большинство оружейников, он знал грамоту, он сочинял сонеты и играл на лютни. В один летний день Николай Флореас окончил кольчатую броню, заказанную ему начальником наемников Пизанской цитадели Длинаусом Норманом Гвольтье. Взвалив свою ношу на осла, мастер в сопровождении двух вооруженных подмастерьев направился из Камайоре горами в Пизу. Летняя ночь застала Флореаса в дороге. Она упала сразу, черная и глухая. На аспидном небе зажглись громадные звезды и огненный столб кометы. Напрасно было бы в то дикое разбойничье время трубить ночью ворот какого-либо города или замка. Ответом пришельцу свистнула бы туча стрел. Средневековое гостеприимство кончалось с закатом солнца. Пришелец был другом, когда приходил при солнечном сиянии и врагом после того, как замыкались рогатки и поднимались мосты сорвов, наполненных водою. Флореас и его спутники заночевали на перепутье у костра, разложенного у ног каменной Мадонны. Боясь ночного нападения, путники решили спать по очереди. Двое по жребию спали с оружием в руках, а один бодрствовал на страже. Первый жребий не спать выпал самому Флореасу. Прислонясь к обломку скалы, он беспечно наблюдал медленный ток светил по небесным кругам, пламя костра играло красными лучами, развьюченный осел бродил, не отходя далеко от стана, на подножном корму. Флореас слушал звуки горной ночи. Им овладело трогательное настроение, в какое повергает всех впечатлительных людей торжественная тишь спящей пустыни. Но вот внезапно среди величественного безмолвия раздался странный звук, словно кто-нибудь коротко взял аккорд на церковном органе, взял и бросил. Звук укриванулся в воздух и сейчас же заглох. Точно кто-то зарыдал было, но устыдившись своей слабости задавил рыдание. Николай Флореас осмотрелся. Он не понимал ни что это за звук, ни откуда он прилетел, так как звук не повторялся. Флореас решил, что вероятно он задремал и в дреме обманутые чувства создали этот загадочный аккорд из обычных звуков ночи, но когда он совсем успокоенный опять прилег к костру, звук снова задрожал в воздухе и, уже яснее и более продолжительно, чем в первый раз, как будто сразу запело несколько арв под перстами искусных менестрелей. Флореас вскочил в волнении. Он знал, что поблизости нет ни одного значительного селения, откуда мог бы примчаться таинственный звук. Трудно было предположить, чтобы по соседству ночевал путевой караван какого-либо синьора со свитую челядью, среди которой могли случиться игрецы на арфе. Ночлег Флореаса был расположен на высоте холма. Окрестности были видны на далекое пространство, но хоть бы где-нибудь костру оружейника ответил другой костер. Флореас с легкой дрожью подумал единственное, что ему оставалось подумать, что он слышал звуки нездешнего мира. как человек набожный и мужественный он не потерялся, а разбудил своих спутников и рассказал, что с ним было. Они не поверили. «Просто ты спал, мастер, и тебе показалось это во сне», сказали они. Но звук снова налетел из безвестной дали, как волна, и так же быстро, как волна, а песок разбился и растаял в воздухе. «Это скалы поют», в испуге сказал один подмастерье. «Или дьявол справляет свою свадьбу, крестясь, прибавил другой. Друзья мои», сказал Флореас, «все это может быть, но я не буду спокоен до тех пор, пока не узнаю, откуда эти звуки и зачем они, поэтому пойдем в ту сторону, откуда они звенят». Но подмастерья наотрез отказались. «Если нам судьба попасть в когти дьявола, говорили они, то успеем еще попасть после смерти, а зачем будем лезть к нему живьем?» «Тогда я пойду один», сказал Флореас, «потому что мое желание узнать тайну сильнее меня, и я не могу быть спокоен, пока ее не разрешу. Ждите же на этом месте моего возвращения, а я пойду, куда зовет меня музыка». Подмастерья пришли в ужас и умоляли Флореаса не подвергать себя опасностям ночного пути, не весть куда и зачем, но он остался непреклонным. Тогда они пытались удержать его силой, но Николай Флореас обнажил кинжал и грозил поразить первого, кто осмелится до него коснуться. Подмастерья в страхе отступили, он же воспользовался их замешательством, чтобы исчезнуть в темноте ночи. Флореас долго блуждал во мраке по пустым равнинам и неглубоким оврагам. На небо взбежали тучи и кометы и звезды изменили Флореасу. Он шел, сам не знаю, куда идет, на север, на запад или на юг, так что, если бы он и хотел вернуться к своим подмастерьям, то уже не мог бы. Притом, всякий раз, как только мысль о возвращении приходила в голову Флореаса, таинственный аккорд, непостижимо увлекший его во тьму пустыни, снова звучал. И с такую силу страсти и страдания, как будто все хрустальное небо разрушалось, со звоном рассыпая осколки на грудь матери земли. Наконец, Флореас заметил вдали мерцание красной точки далекого костра или окна в хижине. «Я пойду на этот свет», подумал Флореас. «Я достаточно сделал, чтобы удовлетворить своему желанию. Но тайно упорно не дается мне в руки, и я не в силах бороться с невозможным, должен возвратиться. Если это мои спутники, тем лучше, если нет, то авось эти люди не откажут мне в ночлеге и укажут дорогу в Пизу». Он шел на огонь до тех пор, пока нога его не оступилась с ровной почвы в провал. Путник едва успел откинуться назад, чтобы не сорваться вглубь пропасти. Он уселся на краю обрыва, едва не втянувшего его в свои недра, и стал ждать рассвета. Глядя пред собой, Флореас заметил, что огонек, на который он шел, как будто растет силою пламени, дробится на многие светящиеся точки. Флореас не мог дать себе отчета, что это за огни. Не может быть, чтобы Пиза, но если нет, куда же он попал? Видно было, что под ним в глубокой котловине лежит большой город. Выступили из мрака очертания горных вершин, восток побелел, огромная голубая звезда проплыла на горизонте и растаяла в потоке румяного света. Три широких белых луча, разбегаясь, как спицы колеса, высоко брызнули из гор в простор неба. Птицы пустыни тысячами голосов приветствовали утро, пестрые ящерицы проворно скользили по серым камням в радостной жажде солнечного тепла. Внизу в долине еще клубился туман. Но так как теперь Флореас знал, что под его белым покровом спит какое-то жилье, то решил спуститься. Он увидел тропинку лестницу, вырубленную в скале. Давно никто не ходил по ней. Растреснутые, изубренные временем ступеньки поросли репейником и мареную. Длинные ужи шипя уползали из-под ног Флореаса. Он раздавил своим семью скорпионов. Солнце встало над горами, туман растаял. Флореас одиноко стоял среди желтой песчаной лощины, сдавленной зелеными горами, и удивлялся. Не только города, ни одной хижины не было поблизости. Ветер уныло качал высокие сорные травы, песок блестел под солнцем, серело ложе широкой, но совершенно высохшей от летнего зноя реки. Вот и все. В досаде разочарования бродил Флореас по лощине. Он чувствовал себя страшно усталым, о возвращении нечего было и думать. Из шнурка, стягивавшего сборки его кафтана, он сделал прощу и, набрав гладких голышей, убил ими с дюжину мелких пташек пустыни. Обед его был обеспечен. Надо было найти воды. Она журчала неподалеку. Флореас пошел на звук. Ручей тек обильную волною из-под низко нависших ореховых кустов. Флореасу показалось странным слишком правильное ложе потока. Нагнувшись к воде, он увидал, что когда-то ручей был заключен в мраморные плиты. Желтоватый гладкий камень еще проглядывал кое-где сквозь густой мох, темным бархатом облепивший дно и стенки источника. Раздвигая цепкие ветви орешника, Флореас пошел вверх по течению и скоро добрался до обширной лесной поляны. На ней в беспорядке громоздились серые громадные камни. Флореас узнавал ступени, обломки карнизов, толстая колонна с отбитой капителью лежала поперек дороги, посреди поляны возвышалась груда камней в пол роста человеческого, похожая на очаг и на надгробный памятник. Осколки мраморного щебня валялись кругом, ручей тек прямо из-под этой груды, которая, как и его русло, была когда-то обделана в мрамор. Еще виднелись кое-где следы обшивки, испещренной бурыми буквами, давно разрушенной и утратившей смысл надписи. Флореас прочитал. Оружейник оглядел местность и подумал, что расположиться для обеда здесь на поляне между зелеными стенами узкого ущелья приятнее, чем в песчаной пустыне, только что им оставленной. Он устроил костер на древнем памятнике очаге и, нанизав убитых птиц на гибкий пруд, изжарил их над огнем. Синий дым весело поднялся к небу зыбким столбом. Голодный Флореас наскоро съел свой скудный обед, запил водой из ручья, его сморило сном. Флореас проснулся в потьмах поздним вечером. Ему очень не хотелось вставать с земли, но он сделал над собой усилие, и вместе с тем, как он поднимал свою еще отягченную сном голову, он видел, как поднимается из праха поверженная колонна. Он бросился к ней, на ней не оставалось ни мхов, ни ракушек, ни плесени. Блестящий и гладкий столб красного порфира, гордо увенчанный белым раморным узором капители. Флореас осизал воскресшую колонну, чувствовал ее холод. Десятки таких же колонн с глухим рокотом выходили из-под земли, слагаясь в длинные портики. Дымный и грязный очаг превратился в великолепный жертвенник. Костер Флореаса разгорелся на нем с такую силою, что розовое пламя, казалось, лизало своими острыми языками темное небо и зарево играло на далеких скалах. Цветочные гирлянды змеями взвивались неведомо откуда, прицеплялись к колоннам и, чуть качаемые ветром, тепло и мягко обвивали Флореаса благоуханиями. Молодой человек понял, что стоит у разгадки тайны, в которую вовлекли его прошлую ночью неведомые звуки. А они, как нарочно, снова задрожали в воздухе, но уже не рыдающие, как вчера, а весело торжествующие. Ущелье сверкало тысячами огней, гудело праздничным гулом тысячеголосой толпы. И голоса, и огни близились к храму, предизумленным Флореасом, медленно проходили важные седовородые мужи в длинных белых одеждах, украшенные дубовыми венками, и становились рядом налево от пылающего жертвенника, а направо сбирались резвую толпою прекрасные полуобнаженные девы. Их тела были как молоко. Флореасу казалось, что они светятся и прозрачны, как туман, летающий в лунную ночь над водами Арно. Каждая потрясала дротиком или луком, у иных за плечами висели колчаны, полные стрел, многие сверх коротких, едва закрывающих колено туник, были покрыты пестрыми шкурами зверей, неизвестных Флореасу. Нем и недвижим стоял оружейник в широком промежутке между рядами таинственных мужей и дев. Он начинал думать, что попал на шабаш бесов, но никогда не предположил бы он, что бесы могли быть так величавы и прекрасны. Новые огни, новые голоса наполняли храм. Девять жен чудной красоты поднимались по мраморной лестнице, сплетаясь хороводом вокруг мощного юноши, который сиял как солнце и блеск, исходивший от его лица, затмевал блеск лампад храма. В руках юноши сверкала золотая лира и со струн ее летели те самые звуки, что приманили Флореаса. И мужи в белых одеждах, и вооруженные девы упали в прах пред лицом юноши. Остался на ногах только Флореас. Но его как будто никто не замечал в странном сборище, хотя стоял он ближе всех к жертвенному огню. Юноша гордо стал преджертвенником и, радостно простирая руки к огню, воскликнул голосом подобным удару грома. Проснись, сестра, твое царство возвратилось. Радостно зазвенели золотые струны его лиры, и он запел гимн, от которого потряслись скалы, зашатались деревья и ущелья, и, как испуганные очи, замигали звезды на небе. Он пел, а вокруг него с криком неслись в пляске его прекрасные спутницы, мужи в белых одеждах и вооруженные девы подхватили гимн. Схватившись за руки, они оплели жертвенник целым рядом хороводов. У Флориаса кружилась голова от мелькания пляски, звенела в ушах от пения вопли и грома лиры. Он позабыл все молитвы, какие знал, рука его не хотела подняться для крестного знамения. «Проснись, сестра», звал юноша, «встань, царица, проснись, богиня», вторила толпа. Вооруженные девы выхватили из колчанов стрелы и проводили ими глубокие борозды на своих белоснежных челах. Кровь струями текла по их ланитам, они собирали ее в горсть и бросали капли в жертвенный огонь. Пламя раздвоилось, как широко распахнувшийся полок, над жертвенником встало облако белого пара, когда же оно поредело и тусклым свитком уплыло из храма к дальним горам. На жертвеннике между двух стен огня осталась женщина, мертвенно-бледная, с закрытыми глазами. Она была одета в такую же короткую тунику, как и все девы храма, также имела лук в руках и колчан за плечами, но была прекраснее всех. Строгим холодом веяло от ее неподвижного лица, мольбы, крики, песни и пляски росли, как буря на море. Пламя сверкало, напрягая свою мощь, чтобы согреть и разбудить мертвую красавицу. Синие жилки точно по мрамору побежали под ее тонкую кожей, грудь дрогнула, губы покраснели и зашевелились, и с глубоким вздохом, будто сбросив с плеч тяжесть надгробного памятника, она пробудилась от сна. Оглушительный вопль приветствовал ее все упали ниц. даже юноша с золотою лирою склонил прекрасную голову. Огонь на жертвеннике угас сам собою, а над челом красавицы вспыхнул яркий полумесяц. Он рос и заострял свои рога, и в свете его купалось тело богини точно в расплавленном серебре. Она водила по толпе огромными черными глазами, мрачными, как сама ночь под бархатным пухом длинных ресниц. Взгляд ее встретился взглядом Флориаса, и оружейник почувствовал, что она смотрит ему прямо в душу, и что не преклониться пред нею и не обожать ее может разве лишь тот, у кого вовсе не гнутся колено, у кого в сердце не осталось ни искра тепла, а в жилах ни капли крови. Кто-то дал ему в руки стрелу, и он в восторженном упоении сделал то же, что раньше делали все вокруг, глубоко изранил ее острием свой лоб, и когда заструилась кровь, собрал капли в горсть и бросил к ногам богини с громким воплем радуйся царица. И в ответ его воплю среди внезапной тишины раздался мощный голос, глухо и торжественно вещавший медлительную речь. Здравствуй, мой светлый бог и брат, царь лиры и солнца, здравствуйте, мои верные спутницы и слуги. Здравствуй, ты, чужой юноша, будь желанным гостем между нами. Семь веков прошло, как закатилось солнце богов, и я, владычица ночей, умерла, покинутая людьми, нашедшими себе новых богов в новой вере. Здесь был мой храм, здесь моя могила. Вымерли мои слуги, прахом рассыпались мои алтари, сорными травами заросли мои храмы, мои кумиры стали забавой людей чужой веры. Жертвенный огонь не возгорался на моей могиле, я не обоняла сладкого дыма всесожжений. Не могут боги жить без жертв, безжертвенный бог засыпает сном смерти. Я спала в земле, как спят человеческие трупы, как спите все вы, мои спутницы и слуги. Я мертвая богиня побежденной веры, царица призраков и мертвецов. Юноша разбудил меня. Он пришел на таинственный зов, он оживил мой храм и согрел огнем мой жертвенник. Клянусь отцом моим спящим на вершине Олимпа велик его подвиг и велика будет его награда. Николай Флореас, хочешь ли ты забыть мир живых и здесь в пустыне стать полубогом среди забытых богов? Хочешь ли ты свободно коротать с нами веселье и торжественные ночи и в вихрях носиться над землею от льдин великого моря блаженных гипербореев к слонам и черным пигмеям лесистой Африки? Хочешь ли ты назвать своим братом бога звуков и света? Скажи хочу, отрекись от своего мира и я отдам тебе свою любовь, которой не знал еще никто из богов и смертных. И небо и земля молчали и ветер не дышал когда Флориас тихо ответил хочу я твой раб и жизнь моя принадлежит тебе. Пламенем вспыхнули очи богини радостно дрогнули ее ноздри громкий крик похожий на охотничий призыв вырвался из ее груди она сошла с жертвенника и прямая и трепещущая как стрела только что сорвавшаяся с сетевы приблизилась к Флориасу. Теплые уста с дыханием пропитанным ароматом животворящей амброзии коснулись его губ. Теплая рука обвела его шею и закрыла ему глаза. Флориас слышал как богиня отделила его от земли как они медленно и плавно поднялись в воздух сырой и прохладный шумом песнями и смехом взвелась за ними вся толпа наполнявшая храм ее движение рождало в воздухе волны как в море. Богиня сняла руку с глаз Флориаса он увидал себя на страшной высоте огни храма меркли глубоко внизу закрыв глаза он почти без чувств склонился на плечо богини пропитанная светом осенявшего ее полумесяца как сквозь сон слышал он охотничьи крики и свист вихря помчавшего воздушный поезд в безвестную даль волосы богини подхваченной ветром хлестали его по лицу не бойся слышал ее голос Флориас не бойся супруг мой тот кого я держу в своих объятиях не должен ничего бояться он сильнее природы она его слуга они мчались над широкими реками в плоских берегах над темными городами стрелкообразными колокольнями над тихо шепчущими маисовыми полями изрезанными сетью мутных каналов над болотами окутанными в густую пелену опасных туманов направляясь на далекий север к неприступной стене суровых альпов снежная метель захватила воздушный поезд потащила его по узким ущельям к сверкающим льдинами глетчера и долго крутила охоту богини по снежным полям стадо серн пронеслось так далеко что флориасу оно показалось стадом каких-то рогатых мышей но богиня бросила стрелу и стадо рухнуло внезапно открывшуюся пред ним бездну галлоэ добыча добыча закричала богиня и хохотом и воплями отвечала ей дикая охота гремели рога выли псы звенела арфа прекрасного светлого бога они спускались к тихим озерам чтобы поражать проворных выдр когда они выныривали из-под воды держа в зубах карпа или щуку богиня прокидывала постройки умных бобров и когда зверьки темными пятнами ускользали в разные стороны сыпала в них убийственные стрелы потянулись лесистые равнины Германии лиственное море шумело и волновалось отвеяние волшебного полета ноги флориаса скользили по вершинам столетних дубов мохнатые зубры ветворогие лоси лани с кроткими глазами привлеченные блеском полумесяца на челе великой охотницы выбегали на лесные прогалины и метались оглашая ночную тишь мычанием и блеянием им отвечали в кустарниках голодные волки испуганные медведи жалобно рыкали в глубоких берлогах но стрелы богини падали как дождь и когда поезд дикой охоты улетал рев и вой животных сменялся зловещую тишиною кладбище запах крови поднимался от леса богиня жадно впивала его раздувая ноздри привычное к жертвенным ароматом глаза ее сверкали как у тигрицы впускающей когти в оленя она казалась двуногим зверем но зверем сверхъестественным в котором соединялись и самое возвышенное и самое ужасное существо животного мира зверь самый хищный и самый красивый самый кровожадный и самый величественный самый жестокий и самый обаятельный пред нею надо было трепетать но нельзя было не восторгаться ею и не поработиться ей всей душой под обаянием ее взгляда флориас кричал так же как она вместе с нею рассыпал смертоносные стрелы с тем же наслаждением впивал одуряющий запах потоков крови обозначавших страшный путь дикой охоты по северным лесам они мчались над рейном великую рекою чудес флориас видел как в его волнах сверкали золотые клады хранимые лебедиными девами слышал как грохотали водопады как в медных замках храпели их глупые властелины свирепые великаны из щелей в береговых скалах выползали рудокопы гномы и дивились дикой охоте задирая головы до тех пор пока красные шапочки сваливались с макушек ушей флориаса коснулся грозный шум морского прибоя морские валы рвались в устье побеждая силу течения реки великана на сотни миль кругом кипело седыми валами северное море угрюмое холодное с бурую водою под белесоватым небом море враг море чудовище восток бледнел звезды меркли и уходили за водную равнину домой домой звала богиня голос ее звучал резко и печально как голос ночной птицы зачуявшей близость утра у флориаса заняло дыхание от усиленной быстроты полета в промежутках головокружения он едва успел заметить как длинную вереницу велись за поездом тени убитых зверей но чем больше белел восток тем бледнее становились эти тени то один то другой призрак из свиты богини исчезал сливаясь с утренними облаками тише раздавались охотничьи крики и хохот замолк звон золотой лиры потускнел венчавший богиню полумесяц и только она сама оставалась неизменно прекрасную и сильную так же мощно но еще нежнее и доверчивее прежнего обнимала ее рука плечи флориаса то огнем восторженного возбуждения то туманом неги покрывались ее обращенные к нему глаза они опустились в таинственный храм откуда несколько часов тому назад унес их поезд дикой охоты флориас остался один с богиней пред ее опустелым жертвенником могилы беспокойным взором обвела она окрестные вершины в сизых облаках уже дрожали золото и румянец близкой зари и флориас в последний раз услыхал голос богини мой день кончен теперь любовь и сон когда весь мир спит встаем и царствуем мы старые побежденные боги и умираем когда живете вы мой день кончен теперь любовь и сон приди же ко мне и будь моим господином солнце роняло на землю отвесные лучи полудня флориас в задумчивом оцепенении сидел среди безобразных груд разрушенного храма он не разбирал что было с ним ночью сон ли ясный как действительность или действительность похожая на сон да и не хотел разбирать он понимал одно что судьба его решена что никогда уже не оторваться ему от этого пустынного места одарившего его такими страшными и очаровательными тайнами если даже это были только грезы то стоило забыть для них весь мир и жить в них одних только бы снова мчаться сквозь сумрак ночи в вихре дикой охоты припав головою к плечу богини и на рассвете снова замирать в ее объятиях сном полном видении любви и смерти так полный сладких воспоминаний в близком предчувствии бурных наслаждений новой ночи сидел он и не замечал медленно текущего жаркого дня уставив неподвижный взор на остатки жертвенника где явилась вчера богиня и загадочные буквы растерянные по обломкам разрушенной надписи теперь открывали ему свой ясный смысл радостный смысл верного обетования здесь покоится богиня диана живая между мертвыми мертвая между живыми подмастерье флориаса добравшись до пизы рассказали как таинственно пропал их хозяин не только камайоре но и все соседние городки приняли участие в поисках за без вести исчезнувшим оружейником но их труд был напрасен тогда судьи доброго города камайора решили что флориас и не думал пропадать а просто его убили подмастерье и зарыли где-нибудь в пустыне бедняков бросили в подземную темницу с тем чтобы если флориас не явится в годовой срок со дня своего исчезновения повесить подозреваемых убийц на каменной виселице у городских ворот к счастью для невинных незадолго до конца этого срока сеньор Авеллана да Виареджио гоняясь за диким вепрем попал вместе со своей усвитой в ту же трущобу что поглотило молодую жизнь Николая Флориаса пробиваясь сквозь бурелом кустарники и скалы охотники наткнулись на одичалого человека в рубище обросшего волосами с когтями дикого зверя он бросился от людей как от чумы однако его догнали и схватили напрасно рычал он боролся и кусался напрасно хватался за каждый камень за каждое дерево когда понял что его хотят увлечь из пустыни дикаря привезли виареджо насильно остригли и вымыли и знакомые с ужасом узнали в нем Николая Флориаса приор на горной обители босоногих капуцинов в камайоре дал приют несчастному оружейнику в тюремной келье приставив к нему двух дюжих служек но в первую же ночь стражи караульщики убежали от кельи перепуганные бурным вихрем и странными голосами неведомо откуда налетели они в монастырскую тишь и то рыдая то смеясь звали к себе Флориаса а он между тем безумно бился в своей келье как птица в клетке и отвечал на призывы незримых друзей такими воплями как будто с него живого сдирали кожу в следующую ночь сам приор был свидетелем этого чуда против которого оказались бессильными заклинательные молитвы и святая вода тогда стало ясно что Флориас чародей и решено было пока не наделал он беды и соблазна христианскому миру сжечь его во славу Божию по законам страны и церковному уставу огнем на торговой площади доброго города Камайоре в праздник Святой Троицы после обедни до самого праздника Святой Троицы жил Флориас в монастыре ночью буйствуя и пугая братью дьявольским наваждением о днем тихий кроткий и молчаливый он снова выучился понимать человеческую речь и изредка обменивался словами со своими стражами когда ему объявили его участь он равнодушно выслушал приговор и даже улыбнулся такова была его вера в могущество помогавшего ему беса разум его не всегда был затемнен и монастырскому врачу кроткому брату Энджитсо из Феезоле удалось выпытать у грешника как вступил он в союз с обольстившим его бесом каковой рассказ фра Энджитсо и записал смиренно-мудро в монастырский мемориал на страх и поучение всем добрым христианам о коварных кознях и обольщениях неустанного отца всякого греха и лжи вечно зло делающего сатаны совершив откровенное признание колдун Флориас стал хереть и чахнуть и умер в канун дня святой троицы назначенного ему милосердием властей дабы он мог очистить огненную смертью тяжкий грех союза с адом взятый им на свою погибшую душу но дьявол коварный враг всякого доброго начинания не допустил своей жертвы до спасительного костра и задушил Флориаса в ночи так что поутру стражи пришедшие за колдуном нашли в келье только холодный труп его который по благому рассуждению приора и городских судей был возложен на костре предачами вполне благочестивых граждан города Камайоре когда же тело колдуна обратилось в пепел внезапно при тихой погоде и солнечном дне налетел жестокий вихрь и разметав костер умчался в горы к ужасу всех присутствующих господ дамы и всякого звания народа которые не усомнились что в оном вихре незримо прилетал за душой покойного Флориаса погубивший его своими обольщениями дьявол флориаса